Выгладить тельняшку, выстирать флаги и начистить берцы. Все по плану. День ВДВ Николай отмечает второй год подряд, но считает, что большинство десантников также начинают утро 2 августа. Николай трепетно относится к армейским атрибутам, потому что цель заслужить голубой берет поставил себе еще в школе. Кстати, носить этот головной убор нужно определенным образом. Когда человек уже демобилизовывается из вооруженных сил, он уже может проявить немножечко креатива и сделать берет так, как ему нравится. День ВДВ празднуют как воздушно-десантные, так и войска специального назначения, но традиции у них общие и известны всем. Некоторые вызывают недоумение. Например, десантники разбивают бутылки и доски себе об головы на показательных выступлениях. Как нам пояснили, ничего в этом сакрального нет, просто демонстрация силы и выносливости. А вот у традиции купания в фонтане, оказывается, есть своя легенда. Во времена Афганистана, где массово применяли, по сути, первый раз серьезно, насколько я знаю, воздушно-десантные войска, было очень жарко, воды не хватало, и новоиспеченные ветераны, возвращающиеся из этой зоны боевых действий, и так скучали по воде, что на этот праздник отмечали таким образом. Как правило, купаться в городских фонтанах вояки начинают ближе к вечеру, тем более погода располагает. Но сначала торжественная церемония поздравления ветеранов и дань памяти погибшим во время боевых действий. Глава наших ребят, воспитанных в Алтайском крае, в дело укрепления и прославления и нашей армии, и непосредственно воздушно-десантных войск. Среди представителей голубых беретов есть те, кто впервые отмечает этот день, и те, кто ходит на праздник десятки лет. Их объединяет одно, они считают, что воздушно-десантные – это особые войска, бойцы которых отличаются смелостью и самоотверженностью. Десант – это элита, считается. Это такие довольно специфичные войска. Как я уже сказал, у нас есть свои традиции. И 2 августа, и во время службы много таких интересных моментов, которые не встречаются от других войска. Популярность среди населения поднимает. Именно вид, ребят, они же все. Тут маленьких нет, мелких. У нас стандартный мир – 177. Ну и, думаю, сейчас такой же. Ну и молодежь берет пример, стремится. Торжественная часть дня ВДВ завершается возложением цветов на Власихинском кладбище. Там вспоминают своих товарищей, погибших при исполнении. После десантники отправятся на пляж «Водный мир», где смогут повеселиться. Кстати, они говорят, что бояться в этот день толпы людей в тельняшках не нужно. А вот поздравления принимаются и приветствуются. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком.